МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что за заболевание такое онкогематологическое? Детская онкогематология подразумевает под собой заболевания крови, которые протекаются в злокачественном течении. К ним относятся это лейкозы, острые лимфобластные лейкозы, хронические мелобластные лейкозы и острые мелобластные лейкозы. Также к этой категории мы относим такие нозологии, как апластическая анимея, гистеоцитозы и мелодиспластические синдромы. Параллельно детская гематология подразделяется не только на злокачественную, но и на доброкачественную. Также мы ведем наблюдения за пациентами, которые относятся к группе доброкачественных заболеваний. Мы наблюдаем не только детей с детской онкогематологической патологией, но наблюдаем детей, у которых чисто онкологическая патология. То есть к онкологии детской относятся такие заболевания, как опухоли центральной нервной системы, это лимфомы Ходжкина, неходжкинские лимфомы, ретинобластомы, гепатобластомы, герминогеноклеточные опухоли, ретинобластомы и очень много также доброкачественных опухолей. Наблюдаем пациентов с гемангиомами, то есть сосудистыми опухолями. Вот такой спектр нашей работы. Круг пациентов очень большой, обширный, наблюдаем. Работаю я сама у нас в городе, в центре охраны мать и дитя, города Ахтюбе, в отделении Самоти. Но в этом отделении имеются детские гематологические и онкологические койки. Также ведем параллельно прием в клинико-диагностическом отделении при нашем центре. Со мной параллельно работает врач, детский онколог-гематолог Алмагуль Султановна Ясмамбетова. Есть у нас молодые кадры, врачи-педиатры, которые также хотят пойти по нашим стопам. И в этом году мы планируем обучение трех врачей-педиатров на детских онкологов-гематологов. Это если говорить, кстати, о кадрах, да. Но если говорить о детишках, какая ситуация с детьми в нашем регионе, возраст, может быть, назовете, и в целом по количеству детей. Доброкачественная потом еще один такой момент. Все-таки я поняла, это те дети, которые лечатся дома, да? Или нет? Все-таки у вас, отвечу. Расскажите об этом. Они не лечатся. Если нужно, мы проводим оперативное лечение. То есть проходит хирургическое вмешательство, и дети находятся под наблюдением участковых врачей и детских онкологов-гематологов. По нашей проблеме, дети, которые состоят на учете со злокачественной патологией, именно это лейкозы, апластические они имеют гистиоцитозы, лимфомы, ходжкинские, неходжкинские, саркомы, нейробластомы и так далее, они наблюдаются у нас также при стационаре, при КДО и также в своих поликлиниках по месту прикрепления. На учете у детских онкологов-гематологов состоят 265 детей. Возрастная категория – это от нуля жизни до 18 лет. Пик заболеваемости онкологии приходится на возраст от 3 до 12-13 лет, ну максимум 15 лет. На первом месте у нас львиную долю занимает заболевание крови, злокачественное заболевание крови – это лейкозы. Затем у нас идут по нашей области, это опухоли центральной нервной системы. Затем это пластические анемии и нейробластомы. Затем на третьем и на четвертом месте у нас лимфомы. И далее уже по убываемости. По доброкачественной гематологии также на учете состоит такая же возрастная категория от нуля до 18 лет. Это дети с кагулопатиями, то есть когда идет нарушение свертываемости крови. В основном это дети с таким диагнозом, как гемофилия, болезнь Вильвилибранта. Также мы наблюдаем детей с иммунодефицитами. Официально на учете в нашей области состоят 4 пациента. Вот такая наша работа. Наблюдаем мы детей практически от нуля до 18 лет в свои декретированные сроки. В зависимости от стадии заболевания, от вида терапии и от сроков наблюдения. Мы можем наблюдать раз в неделю, раз в месяц, раз в две недели, раз в квартал, раз в 6 месяцев и раз в год. Наблюдаем, динамически мониторируем в течение 5 лет. И затем по истечении 5 лет у нас пациент снимается с учета по онкологии, но мы наблюдения не останавливаем, не прекращаем. То есть мы дальше, пока ребенку не исполнится 18 лет, мы этого ребенка наблюдаем, и затем мы его передаем взрослым гематологам или взрослым онкологам. В зависимости от диагноза пациента. Домиткина Тюген, я не знаю, правильно ли будет и корректно в данном случае говорить о причинах заболевания, потому что хотелось бы перейти к вопросу профилактики лечения, реабилитации, естественно, но вот о причинах, мне кажется, не знаю, правильно ли будет сказать. Причина заболевания, к сожалению, до сих пор до конца не выяснена. Ведутся очень много научных работ именно по этиологии заболевания. Проводятся на международном уровне много методов обследования. И этиология, именно причина заболевания детей с онкологией неизвестна до сих пор. Есть предположительные факторы. Это наследственность семейная, то есть отягощенный семейный анамнез, когда в семье кто-то из родителей болел онкологией, бабушки, дедушки. Из поколения в поколение это заболевание передается. Это может быть какое-то химическое облучение, какие-то лекарственные препараты, злоупотребление, какие-то продукты бытовой химии, все что угодно. Конкретные причины, когда к нам приходит пациент, мы родителям не можем назвать, от чего заболел этот ребенок и почему у него этот диагноз. Если перейти к вопросу о лечении, реабилитации... Давайте по лечению. Давайте. Начнем с лечения. К нам, допустим, это не допустим, а это всегда так, классически к нам поступает пациент с подозрением на заболевание крови или на онкологию. В нашей детской больнице на своем уровне мы пациента обследуем. Предположительно, мы выставляем этот диагноз, но этот диагноз не окончательный, это диагноз предполагаемый. Затем мы созваниваемся с республиканскими центрами. В нашей республике, в Казахстане, работают два научных республиканских центра, в которых идет основной вид терапии. Это химиотерапия с диагнозами злокачественными. Это научный центр педиатрии и детской хирургии в городе Алма-Ате и национальный научный центр материнства и детства в городе Нур-Султан. Если у нас есть подозрения с предположительным диагнозом, мы ребенка направляем в республиканские центры по квоте. Все дети у нас с подозрением на онкологию выезжают на дообследование и верификацию диагноза, то есть уточнение диагноза по квоте. Если на республиканском уровне этот диагноз подтверждается, ребенок остается там на основной вид терапии, это химиотерапия, и в течение нескольких месяцев ребенок получает этот вид терапии, затем он выписывается к нам на областной уровень под наши наблюдения, и здесь мы либо пациента наблюдаем, без какого вида терапии, или бывает так, что пациент выписывается, но при этом продолжается химиотерапия, но она подразумевает под собой такое понятие, как поддерживающая химиотерапия, и ребенок находится у нас под наблюдением. Поддерживающую химиотерапию мы наблюдаем еженедельно в течение 12-18 месяцев. То есть в течение года и более. И более, да. Это в зависимости, как я уже ранее оговаривала, от диагноза. Все зависит, какой диагноз, с каким диагнозом приходит к нам ОЦН. По поддерживающей химиотерапии еще раз скажу, что это проводится в областном центре у нас, в центре охраны мать и дитя, в отделении самотеи, на гематологических, онкологических койках. Далее ребенок выписывается, он может это лечение продолжать дома, но в основном это таблетированная форма, поддерживающая химиотерапию. Теперь по вопросам реабилитации. Реабилитации, да. По вопросам реабилитации дети могут проходить реабилитацию у нас в условиях дневного стационара. То есть мы смотрим на состояние пациента, на его результаты обследования, и затем даем заключение, и направляются наши дети в лагеря именно областного уровня. Но есть специализированная реабилитация, то есть санаторий, это Алатау, который находится в городе Алматы, и дети направляются у нас туда. Но есть одно «но». Дети, которые получили химиотерапию, и от момента окончания этой основной полихимиотерапии должно пройти три года. Когда проходит три года, мы тогда ребенка направляем на реабилитационное лечение, то есть на санаторно-восстановительное лечение. Потому что в эти годы есть свои ограничения по восстановительному лечению. То есть этому ребенку нельзя проводить физиотерапию, ему нельзя УВЧ, ему нельзя пребывать долго на солнышке. Поэтому мы этих детей наблюдаем в течение трех лет у себя на областном уровне, а затем мы уже этого ребенка можем направить в санаторий Алатау. И вот у нас есть информационный повод, ради которого, в принципе, мы с вами здесь встретились, но оставили напоследок этот вопрос по поводу открытия медицинского центра АКУ. Что это будет за медицинский центр, и будет ли это формат санаторный, или же все-таки это только речь здесь идет о лечении и реабилитации? К радости, к радости, так как я давно мечтала, чтобы у нас в Актюбинске было свое детское онкогематологическое отделение, построился медицинский центр под названием Ахканат. И именно в этом центре у нас открывается вот в ближайшие месяцы детское гематологическое отделение. То есть там будут наблюдаться, получать лечение дети со злокачественной, доброкачественной патологией, то есть по заболеваниям крови и по онкологии. Также в этом центре открывается диспансерный кабинет наблюдения. Круг работы у нас расширяется, перспектив очень много. Приезжали вышестоящие наши коллеги из республиканских центров. Им понравилось наше отделение, планы работы. Мы с ними обговорили прогнозы на будущую совместную работу. То есть это о проведении основной полихимиотерапии именно в этой клинике. Не отправляя ребенка на очередные курсы химиотерапии, допустим, на 2, 3, 4, 5, этот ребенок курс этой химиотерапии, чтобы мог, не выезжая за пределы области, получить у нас. Потому что все мы понимаем, что это дополнительные траты на проживание родителей, опять же, питание и так далее. Ну и время, это дорога. Это и время, а самое главное, это дорога. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в студии была Ергаринова Домиткена Утигеновна, врач-онкогематолог Акцюбинской области, врач первой категории. Ну что ж, уважаемые телезрители, огромное вам спасибо за сегодняшнее внимание, что хочется пожелать. Оставайтесь здоровы. На этом наша программа завершена. До скорых встреч.